В школу без хиджаба. Такое предписание властей Владимирской области обернулось широким общественным резонансом. Решение нашего Минобра бурно обсуждают федеральные чиновники. Его даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента России. Итак, приказ о запрете ношения хиджабов и никабов всем ученикам общеобразовательных школ 33 региона подписала министр образования Светлана Болтунова 22 октября. Первый, кто взял на себя удар и объяснил причину нововведения – вице-губернатор Владимир Куимов. У нас были разные случаи, которые подчеркивают свою религиозную принадлежность. И дело не в школе, а в учителях. Вопрос среди детей. Значит, дети по-разному реагируют. На этой почве происходят некоторые конфликтные ситуации. Тема с каждым днём раскручивается всё больше. На региональное правительство с критикой обрушились представители мусульманской религии. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, выражая свою позицию, назвал сторонников такой идеей безответственными людьми, подрывающими стабильность общества. И подчеркнул противоречие с основным законом государства. Запрет хиджаба во Владимирской области – это грубое нарушение Конституции, которое гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях – абсолютная провокация. Такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам, усилить чувство отчуждения у верующих граждан и привести к разобщению. Нет сомнений, мы добьёмся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман. При этом упомянул о встрече с депутатом Госдумы от Владимирской области Игорем Егошиным. Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа, пишет Делимханов. По состоянию на 31 октября Игорь Егошин никак не комментировал это заявление в своих соцсетях. Связаться с ним или его помощниками нам не удалось. Своё мнение на этот счёт высказал ещё один парламентарий Бисултан Хамзаев, представитель Дагестана в Госдуме. На одном из круглых столов он весьма нелестно высказался о региональном министерстве образования. Президент в Казани собрал огромное количество лидеров иностранных государств. Арабы, Азия, Латинская Америка, Африка. А тут какие-то идиоты в регионах решили показать противодействие этой же большой, важной, нужной политике. Зачем Министерство образования Владимирской области лезет в провокационные предложения? Я не могу, честно говоря, ответить на этот вопрос. Что там? Спустя пару дней напряжённого молчания правительство Владимирской области распространило через СМИ официальный письменный ответ. Чиновники уверяют, их политика гармонична и, цитата, нацелена на недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве. Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании. Правительство Владимирской области опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда, который дал свою оценку ситуации ещё в 2013 году. Говоря об истории 2013 года, власти имеют в виду ситуацию в Ставропольском крае, где также вводился запрет на ношение хиджаба в школах. Тогда конфликт между представителями мусульманства и общеобразовательными учреждениями дошёл до Верховного суда, который принял такие изменения в нормативных актах правомерными. Тем не менее, приказ Владимирского правительства возымел эффект разорвавшейся бомбы. Кремль об этом в курсе, но пока не вмешивается. 31 октября Дмитрий Песков дал короткий комментарий по теме агентству ТАСС. Каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участие. Как такой религиозно-светский скандал будет протекать дальше? Мы будем следить за развитием событий.